Да, и к нам на связь сейчас выходит Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, с которым мы поговорим о том, что сейчас происходит в украинской политике, и обсудим то, что происходит на полях сражения. Михаил, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте. Ну, начать хочется с вопроса, который интересует нас как наблюдателей, и ту часть российского общества, которая с большой симпатией следит за происходящим в Украине, за политическими процессами, за действиями руководства страны в такое сложное время, когда под боком агрессивный сосед, который пытается тебя уничтожить. Мы видим новости о том, что в отставку отправлен ряд губернаторов, глав регионов, что в отставку отправлены некоторые заместители министра обороны, мы видим, что в отставку уходят и ваши коллеги по Офису Президента, то есть замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Скажите, пожалуйста, почему все это происходит сейчас, почему так массово происходят эти кадровые перестановки? Это назревшие решения, либо это ответ на какие-то вызовы, которые стоят сейчас перед администрацией Зеленского? Как это трактовать, как это можно понимать, что сейчас происходит? Во-первых, вы абсолютно правы, это нужно трактовать, что Украина не Россия, и у нас, у общества есть абсолютное право отслеживать, эффективно ли работает государство, честно ли оно, прозрачно ли оно, справедливо ли оно. И этой же доктриной придерживается и президент Зеленский. Он считает, что государство и общество не могут конфликтовать, государство не может подавлять общество, государство не может не реагировать на запросы общества, не реагировать, если общество видит что-то неправильное, и особенно если это касается коррупционности. Смотрите, коррупция — это ведь явление, которое присуще многим странам. Это неизбежное следствие очень странной природы человека. Человеку всегда хочется получить чуть больше, чем он на самом деле заслуживает. Я имею в виду многим людям, не всем, безусловно. И человек всегда хочет использовать те или иные административные возможности для того, чтобы немножечко больше получать, немножечко лучше жить. И, конечно же, есть разная реакция общества и разная реакция государства. Общество цивилизованное, демократическое, открытое, конкурентное, оно за этим смотрит и оно указывает государству. Смотрите, мы видим, вы используете свои должностные возможности в своих интересах. Безусловно, во время войны это только обостряется, вот это чувство справедливости, оно обостряется, и общество очень серьёзно смотрит за тем, а не ведут ли себя как-то по-другому чиновники. И смотрите, как эта ситуация выглядит у нас на самом деле. Вот есть украинский гражданин, простой человек, который, к сожалению, у нас 10-12, и даже иногда есть цифры 14 миллионов людей, которые потеряли места постоянного жительства, свои дома, квартиры, потеряли рабочие места, потеряли возможность своих детей возить в конкретные школы и так далее. Но тем не менее эти люди потеряли в том числе и общие доходы, то есть у них они гораздо меньше. И тем не менее эти люди находят возможность, во-первых, поддерживать армию, во-вторых, стараться отдать часть своих доходов, опять же, на реализацию каких-то социальных программ, на помощь другим слоям населения. Эти люди обнимают свои семьи, потом идут на фронт, воевают в определённых условиях. В то же время некоторые чиновники, если в начале войны они ещё держались, то сейчас иногда позволяют себе уехать в другом направлении и показать, в каком отеле пятизвёздочном они где-то находятся. Некоторые чиновники посчитали, что за их очень усердную, очень упорную работу они должны получить что-то сверх вознаграждения, которое легально, и можно где-то завысить цену какую-то. Вот это ведь очевидная вещь, что либо мы вместе, государство и общество, либо у нас общество будет постепенно деморализовываться. Оно будет считать, что одни платят за эту войну страшную цену, а другие на этой войне паразитируют. Президент Зеленский относится к категории политических менеджеров, которые вот это чувствуют, они видят обострённое желание общества справедливости, и он реагирует на этот запрос. Поэтому, безусловно, это не какая-то компания, не какие-то результаты отдельных проявлений. То есть, грубо говоря, вот то, что сегодня происходит, оно говорит о том, смотрите, есть внешний враг, мы воюем, но нам необходимо поддерживать внутреннюю консолидацию. Общество и государство должны друг другу максимально доверять. И поэтому, если есть какие-то негативные явления, мы делаем обычную алгоритмическую работу. Первое. Политические отставки обязательны. То есть эти люди не должны дискредитировать государство. Второе. Следственные действия обязательно. Нужно проверить. Вот я увидел элемент вашего обсуждения по поводу цен, сравнения цен поставок продукта питания в армию. То есть необходимо сравнить, были ли нарушения, провести аудит, сравнение цен, следственные действия. И если будет установлено, что были нарушения умышленные, то есть если цены завышались, допустим, и люди получали ненадлежащую выгоду, после этого следует обязательное юридическое наказание. Во время войны это нужно делать обязательно. Не нужно бояться это делать прозрачно. Это только усиливает государство и делает его более синхронизированным с обществом как таковым. Поэтому это не страшно признаваться в ошибках, страшно не исправлять их. А мы их исправляем. Михаил, позвольте, извините, еще уточняющий вопрос. Мы все-таки в первую очередь с Жорой, как сотрудники фонда борьбы с коррупцией, мы российской повесткой коррупционно очень увлечены и пытаемся пускать какие-то расследования антикоррупционные в Украине. У вас отличное расследование, начиная с такой себе Димон, или как у вас там называлось? Он вам не Димон. Дворцом Путина и так далее. Отличное расследование. И последнее, по-моему, замминистра обороны. Тимур Иванов. Шикарно. Да, вы исследовали его содержание, содержание его семейства. Спасибо вам большое, что следите и в курсе. Я хотел сказать, мы понимаем, что Путин является внешним врагом для Украины, человек, который угроза, а коррупция, согласитесь, является врагом внутренней. То есть это главное, коррупция это то, что уничтожает Украину изнутри, а Путин это то, что делает снаружи. Мы видим, как героические солдаты Украины и местное население все сейчас сплотилось и борются с Путиным. В этом плане, что происходит? Не оставлено ли это как-то на второй план? Не отодвинуто ли в сторону до лучших времен история с борьбой с коррупцией? Потому что я помню, когда европейские чиновники, часто отмазываясь, часто справедливо говорили о том, что мы сейчас оказываем меньшую поддержку в евроинтеграции Украины, в поддержке ее действий, потому что недостаточно реформ именно в борьбе с коррупцией. Вот сейчас такое сложное военное время. Какие-то подвижки в антикоррупционной деятельности, вы их фиксируете, вы их замечаете? Или это действительно во время войны, наверное, не самое главное, по вашему мнению? Вы как на этот счет думаете? Это одно из главных во время войны. То есть коррупция это то внутреннее гниение, которое убьет идеальное общество. То есть оно не позволит дойти до правильного финала войны. Это очевидная вещь. Смотрите, антикоррупция, она должна базироваться на нескольких вещах, очень важных вещах. К сожалению, не все это понимают. Первое — это минимизация распределительных функций государства. То есть, грубо говоря, чиновник тот или иной должен иметь мало возможностей продавать свои функции. То есть таким образом соблазнять бизнес крупный, получать какие-то приоритеты за счет близких отношений с теми или иными намепатурными субъектами. Это первое. Второе — безусловно, максимальная конкурентность среды. Третье — безусловно, оптимальный внутренний свободный климат. То есть когда можно это обсуждать, когда общество может задавать вопросы, и государство на эти вопросы реагирует. Я имею в виду общество напрямую или через журналистов, неважно, и государство на это реагирует. И, наконец, четвертая часть — это эффективная судебная система. К сожалению, все эти элементы постепенно воссоздаются на постсоветском пространстве. Я опять же вернусь к тому, что я говорил. Природа человека такова, что как только ты видишь возможность серой экономики, серой жизни, ты сразу соблазняешься этим, к сожалению. А уж постсоветский человек, он очень склонен к тому, чтобы свои функции, свои должностные обязанности, особенно если государство как бы отделено от общества, не реагирует на вот эти запросы общества о справедливости, то есть как бы и имеет ещё и очень слабую судебную систему, следственно-судебную систему, да, то есть у человека слишком большие соблазны. Вот президент Зеленский очень чётко ставит здесь акценты. Смотрите, война — это не индульгенция от тех или иных коррупционных проявлений. Наоборот, война как раз-таки требует очень жёсткого наказания. По сути, это уже не коррупция, а такого своего рода мародёрства, да, то есть, грубо говоря, когда часть страны, весомая, гигантская часть страны платит всё для того, чтобы эту войну выиграть, потому что это вопрос выживания украинской государственности, а кто-то решает в этот момент стать на некоторых объём денег богаче. Это невозможно допустить, потому что это реально сломает страну изнутри. И поэтому, конечно же, вы абсолютно правы, во время войны нужно ещё более жёстко проводить антикоррупционные мероприятия, ещё больше обособлять коррупционеров от нормального общества, делать их изгоями, либо политически они должны не получать возможности дальше карьеру строить, либо юридически, если есть доказанные конкретные факты, они должны получать большие сроки. Вот это важно. И именно это сегодня Украина демонстрирует. То есть, грубо говоря, война и репутация. А репутация — это антикоррупция. Если вы хотите с партнёрами доверительные отношения, если вы хотите, чтобы они вам верили, а мы это очень хотим, потому что для нас очень важен каждый день получение того необходимого ресурса, а партнёры должны нам доверять, значит, нам важна репутация. А репутация — это не просто слово такое красивое, можно вокруг этого много выстраивать, интересных репутационных маркетинговых программ и так далее. Нет, репутация — это конкретно. Тебе доверяют, потому что видят, что ты скрупулёзно смотришь за тем, чтобы никто у тебя в окружении ничего не брал себе, когда страна платит на войну. Вот это важные аспекты. И именно этим вызваны сегодняшние кадровые решения, и политические решения, и, несомненно, будут юридические решения, следственные действия по многим направлениям идут. Я думаю, это не только. Просто вы знаете, чем хорош президент Зеленский? Он терпелив с точки зрения, что действительно понимают, что, возможно, люди всё-таки правильно будут ставить акценты. Но если люди не ставят правильно акценты, он чрезвычайно жёсток в обозначении границ, через которые вы не имели права заходить. Вот сейчас обозначена коррупция — это главный корень зла, который мы будем в любом случае ломать, пользуясь, кстати, возможностями военного времени, когда это можно делать гораздо более эффективно, на мой взгляд. — Михаил, и последний вопрос, касающийся, в общем-то, напрямую военных действий. Сегодня стало известно, что администрация Байдена планирует поставить танки «Абрамс» в Украину. Также по поводу танков «Леопард» приходят новости о том, что Германия получила запрос Польши на поставку этих танков, и они тоже, судя по всему, в относительно недалёком будущем будут доставлены в Украину. Как вам кажется, с чем связано то, что это заняло столько времени начать, в общем-то, поставлять эти танки, договориться о поставке этих танков, и насколько они, по-вашему, вообще будут полезны и важны на поле военных действий? — Три важных вопроса. Ну, или три важных акцента, которые я хочу сделать. Первое. Поставки, скорость поставок. Ну, поставки я имею в виду номенклатуры, товара, необходимого для ведения войны, скорость поставок, объём поставок зависит от психологического состояния лидеров, которые принимают эти решения, от их понимания исторического момента и от их понимания своей роли в этот исторический момент. Не все это сразу понимают, к сожалению, некоторые понимают это медленнее, но тем не менее понимают. И мы сегодня видим абсолютно чёткое понимание и природы войны, и как она развивается, и так далее. Второе. Очень важно. Война имеет несколько этапов. На каждом этапе необходимы те инструменты, которые именно под этот этап важны. Под данный этап важны бронетехника, тяжёлые танки, для того, чтобы уравновесить паритетно наступательные возможности сторон. Это первое. Второе. Нужна артиллерия, ну, или вернее, объём снарядов, которых 155-го, в данном случае, калибра натовского, которым мы пользуемся, для того, чтобы, опять же, паритетно уравновесить. И, наконец, третий элемент, о котором мы сегодня говорим, это дальнобойные ракеты. Они нужны не для того, чтобы там пугать кого-то и заставлять ставить ПВО на здание Петровки, или где там ещё ставят в Москве сегодня ЗРК, панцирь. Тем не менее, они нам нужны для того, чтобы уничтожить ресурсные возможности России, то есть плоды, куда подвезли дополнительные резервы, снаряды. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранить жизни своим солдатам и ту же технику, которую нам передают, это вот два ключевых инструмента этой войны. Три, вернее. Ключевых инструмента. Ну и, наконец, третья составляющая. Почему танки в любом случае будут переданы? Правда, я бы рекомендовал говорить о передаче танков в момент, когда они уже находятся на территории Украины, тех или иных челленджеров, или клерков, леопардов, или абрамсов. Вот пришли на территорию Украины, тогда мы о них говорим. Так вот, третье, очень важно. Мы с вами, кстати, уже неоднократно об этом говорили. Знаете, есть объективность исторического процесса. Хочет Россия или не хочет. Объективный исторический процесс. Украина получит всю необходимую технику, чтобы агрессор, который немотивированно напал, был наказан. Это очень важно. Это важно для здоровья современной цивилизации. То есть это не вопрос войны и мира. Это не вопрос территории или территории в обмен на мир. Это вопрос справедливости, опять же, возвращаемся. И, соответственно, вопрос восстановления международного права. И поэтому это исторический процесс с точки зрения, что такие цивилизации, условно говоря, такие государства, как в нынешнем виде Российская Федерация, не могут существовать в этих правилах, потому что они эти правила всегда нарушают и подводят всегда цивилизацию к определенным рискам. Так вот, мы будем получать всё по мере необходимости. Да, чуть раньше бы, я понимаю, мы можем это обсуждать, но, тем не менее, психологически страны-партнёры чётко заняли конкретную позицию, что танки в Украине нужны, нужны будут ракеты, передадим, авиация передадим, ЗРК уже передаём, да, в полном объёме и так далее. Почему? Потому что исторически важно проигрыш Российской Федерации в нынешнем виде, трансформация России, ответственность за многочисленные нарушения международного права, международного мультивного права. это позволит реально вернуть нас в каркас каких-то правил и какой-то безопасности, иначе мы имеем хаос. Вот это всё объясняет с одной стороны, почему поставки медленно идут, а с другой стороны, почему они будут в любом случае на территории Украины. Спасибо вам огромное, что нашли время, вышли к нам в эфир. На связи был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...